Оба корня больше двух, да, у нас? Да, оба корня должны быть больше двух. Ну, допустим, надо, чтобы парабола у нас располагалась правее от войти. Значит, да, возможно, два варианта. Ветви вверх, ветви вниз. Как привить ребенку любовь к царице наук? Математики. Интересные научные практики и подходы учащимся педагогам раскрывает Анна Габдурафикова, директор заучной технической школы Московского физико-технического института и десент кафедры высшей математики, объясняет слушателям, как понять и полюбить непростую лишь на первый взгляд – науку. Основной акцент я делаю именно на том, как замотивировать детей и решать задачи сложные. Потому что как только этот шаг будет пройден, дальше уже работать легче, когда ребенок уже сам хочет все это решать, его уже заставлять не нужно. Четверхдневный семинар в рамках образовательной смены стартовал в Центре одаренных детей «Олимп» в начале недели. Геометрия, алгебра, комбинаторика, теория чисел – темы самые разные изучают в игровой форме. Сейчас у ребят, к примеру, математический бой. Первый урок у нас была игра. Мы разделились на команды и выполняли задачи. За каждую задачу давали определенное количество баллов. Если решили неправильную задачу, то добавлялся один балл к этой задаче. Мне очень нравится, как наша преподавательница нам преподает математику. У нас очень много игр. Делимся на команды, решаем задачи. Очень круто объясняют. Семинар ориентирован на подготовку учащихся и педагогов к олимпиадным работам по математике. Поэтому с воспитанниками Центра знаний и опытов точной науки набираются и учителя. Для 30 педагогов проходят краткосрочные курсы по математической программе. Это и лекции, и совместное решение задач, и показываем, как проходят открытые уроки с детьми, как мы разбираем новые темы, осваиваем их, а также проводим различные интеллектуальные игры. Педагоги очень активно подключились к этому, задают много вопросов, что меня очень радует. И смотрят, главное, делят. Все они вместе задают общие вопросы. Все очень важно для дальнейшего развития всех нас. Приглашенный ГУС является также сертифицированным экспертом образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». И основная задача, которую ставит Анна Сергеевна на курсах, это поделиться опытом в работе с детьми. Много интересного из курсов почерпнул для себя и Руслан Даурбеков. Несмотря на 12-летний стаж работы математиком. Какие-то методы я для себя точно применю. Допустим, также игровые формы я заметил, детям больше нравится. То есть можно, грубо говоря, при подготовке Олимпиады как-то их разбивать на команды и в какой-то игровой форме решать с ними те или иные задачи. Лицей Центра одаренных детей «Олимп» также создан с учетом опыта образовательного центра «Сириус». Учебное заведение объединило всех талантливых ребят республики. Для них разработана насыщенная программа для досуговой деятельности и дополнительного образования. А такие семинары с приглашением федеральных экспертов не только повысят их знания в точных науках, но и помогут занять призовые места на Олимпиадах всероссийского уровня. А в дальнейшем это поможет при поступлении в ВУЗ. Получение статуса призера Всероссийской Олимпиады дает возможность абитуриенту в момент поступления в высшее учебное заведение получить статус БВИ. БВИ переводится как «без вступительных испытаний». Другими словами, ребенку достаточно получить проходной балл по ЕГЭ, и он автоматом зачисляется в любой ВУЗ, который он выбирает на территории Российской Федерации. Подобный опыт для региона первый. В дальнейшем Минобор планирует привлекать в республику и экспертов в области биохимии и информатики. И продолжить работу по обучению педагогов передовым компетенциям по работе с одаренными детьми. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.